Привет, друзья! Не буду мутствовать лукаво, просто констатирую, что теперь крафтовое пиво из Бельгии будет частым гостем у меня на дегустациях. Таким образом, я попытаюсь вам показать, насколько широк спектр пивоварения в этой маленькой европейской стране. Как глубоко укоренилась традиция варить пиво, которое уже по географической принадлежности является нематериальным достоянием ЮНЕСКО. А это что-то дозначит. Ассортимент бельгийских пивных брендов совсем не ограничен широко известными. Есть очень много молодых пивоварен, начинающих стартапов и просто талантливых экспериментаторов. У многих есть серьезные амбиции и не менее высокий потенциал. И в своей новой рубрике, которую я назову прямо из Бельгии, я буду рассказывать вам о новых героях крафтового пивоварения этой страны. Сегодня представлю вашему вниманию сразу три сорта от пивоварни из городка Анзаген в западной Фландрии, которая называется Ферзет. О самих сортах расскажу чуть позже, а пока о истории пивоварни. Они называют свою пивоварню джунглями, а себя проводниками в экспедиции по непролазным дебрям многообразия пивных стилей. Три друга, Коэн, Алекс и Йенс, профессиональные биоинженеры. Они учились на одном курсе и на заключительном годе обучения выбрали дополнительно пивоваренное направление. В Бельгии это практикуется. После получения дипломов, каждый из них устроился на пивоваренный завод, чтобы набраться опыта в этом нелегком деле. Причем все они работали на разных пивоварнях. Три долгих года друзья учились технология. Потом они снова объединились и основали в 2016 году пивоварню Ферзет. Название происходит от старонидерландского «Hed Perzet». Это обозначает противостояние. Отсюда и буква «Т», которая указывает на античность употребления слова. Но при этом не произносится, разве что очень мягко, почти условно. Ферзет. А полученные знания они накладывают на свои эксперименты, порой очень смелые для традиционного пивоварения. Нам нравится экспериментировать, говорят пивовары. И это видно из нашего перечня постоянных сортов. К слову, их там всего шесть. Время от времени они делают одноразовые варки сортов, которые доступны только в кебе. Эти эксперименты известны как «Бутлег Биерс», что-то типа тайного пива, контрабандного что ли. Такие сорта появляются на регулярной основе. И по моему мнению, это и есть основной критерий принадлежности пивоварни к разряду крафтовых. Постоянные эксперименты, поиск и доведение до совершенства наиболее удачных из них. Которые впоследствии, возможно, перейдут в линейку постоянных сортов. На эмблеве пивоварни трое друзей-основателей лежат. Один из них обеими руками держит бочку с пивом, а двое других поднимают бокалы. Сами пивовары говорят о себе следующее. Броварня ФРЗ – это коллектив молодых пивоваров с огромной страстью к своему ремеслу. Их самой большой мотивацией является жажда знаний и стремление к эксперименту. Пивовары никогда не уклоняются от новых технологий и удивляющих подходов. Хотя сбалансированный продукт всегда является их главной целью. К слову, пивоварня использует для производства своего пива исключительно хмеля, выращенные в Бельгии. Перейдем к пиву. Сразу хочется отметить дизайн этикеток. Все они выдержаны в одном стиле. Название сорта и ассоциативные рисунки и надписи, благодаря которым потенциальный потребитель уже может приблизительно понять, что его ожидает. Своеобразная фишка пивоварни. Кроме того, на этикетке всегда есть описание сорта. Правда, только на диндерландском языке. Сегодня у меня два сорта от постоянной линейки. Это Муз Блюз и Оки Моки. А также экспериментальный сорт Камеранский Бальзамико. Все это Эли, сорта верхового воображения. Муз Блюз это Белджиан дюбел с добавлением сиропа канадского клёна. Производитель позиционирует его как Red Brown Double with Serious Complexity. Это типа красно-коричневый дюбель с серьезной сложностью. Содержание алкоголя в нем 7,5%. Начальная плотность сусла не указывается. И похоже, что это совсем не исключение для бельгийских крафтовых производителей пива. В составе вода, ячменный солод, хмель, сахар и дрожжи. Бутылочка емкости 0,33% темного стекла. На этикетке логотип пивоварни. Содержание алкоголя и емкость бутылки. Сама этикетка круговая. По бокам описание сорта на нидерландском языке. И состав на нескольких языках. Присутствует штрих-код. Он тоже довольно оригинален. В виде музыкальной диаграммы. На этикетке голова лося, мухоморы, губная гармошка, гитара, плитка шоколада, два бокала пива, буханка хлеба и бутылка с кленовым сиропом. Надпись Бибир Кинг. Это скорее всего словесный каламбурное имя Биби Кинга, признанного короля блюза. В общем, ребята из Ферзет с панковским чувством юмора. Бокал у меня тоже оригинальный. На нем эмблема пивоварни и надпись Ферзет. И открывалка тоже родная. Цвет пива янтарно-коричневый. Медный на просвет. Туманный, с довольно активной карбонизацией, состоящей из очень мелких пузырей. Средней высоты бежевого цвета пенная шапка, которая быстро оседает, но благодаря активной карбонизации тут же пополняется. Состоит она из мелкого размера пузырей, с небольшими вкраплениями пузырей покрупнее. Посмотрите, как это выглядит в бокале и будем пробовать. Аромат довольно сложно составной. Здесь сухофрукты, слива, вишня, красный виноград, тона карамели, намеки на черный горький шоколад и ром, некие нюансы, напоминающие корку черного хлеба, орехи в меде, дрожжевые ноты. Пробуем. Во вкусе тона карамели, жареная солодовая основа, намеки на лакрицу и анис. Далее проявляются пряные и фруктовые ноты сливы и вишни, со сладкими нюансами сиропа канадского клена и коричневого сахара. Рядом дрожжевая кислинка на фоне горький шоколад и изюм. Горечь легкая, мягкая, алкоголь хорошо скрыт, тело среднеплотное и очень гладкое. После вкусе солодовая сладость чуть покрывается травяной горечью, постепенно уходя в такую полусухость. Финал довольно терпкий. Резюмирую. Очень хороший, сбалансированный. Вот все мне в нем нравится. Очень хороший, очень хороший, очень хороший. Следующий сорт Оки Моки вариант 2017 года. Это стаут, который варится один раз в год, выдержанный, как я понял из описания, в течение трех осенних месяцев в бочках из-под односолодовых шотландских виски, винокурен Бенриах из Спейсайда и Лафроек острова Айла. Содержание алкоголя в нем 7,5%. Начальная плотность сусла не указана. В составе вода, ячменный солод, хмель и дрожжи. Бутылка емкости 0,33, темного стекла. На этикетке, кроме аналогичных к предыдущему сорту элементов, присутствуют конфетка, ваниль, костер, дым, жареная ореховая скорлупа, бочковая щепа, надпись Феа Забеа, что можно перейти как боязнь пива или страх пива. Название их кисляка, Аутбрайн, человек с трубкой в бочке из-под виски, отрывной календарь, бокал с пивом, на котором некие математические формулы. Лично мне все понятно, я в предвкушении. Пробуем. Ну, данный сот почти черного цвета, туманный, абсолютно непрозрачный, с полным отсутствием пенной шапки, карбонизации я не вижу, ввиду его темного цвета. Посмотрите, как это выглядит в бокале и будем пробовать. Здесь аромат дубовой бочки с древесными и ореховыми тонами, дымным угольным фоном горелого дерева, нотами ванили и кофе. Где-то даже намеками на сыр дурблю и соевый соус. Вкус. Основа из темных, жженых салатов, жженая же горечь древесного характера. Далее появляется интересная такая кислотность, скорее всего, обусловленная добавлением Outbrine. С фоновыми, древесными, бочковыми тонами и нотами ванили, кофе и где-то горького шоколада в заключении. На фоне торфяные и темно-фруктовые фенолы. Здесь лишня, слива, черная смородина. Вкусовые рецепторы улавливают дымные и копченые ассоциации, легкие намеки на виски. Горечь очень слабая. Алкоголь проявляется таким согревающим мягким эффектом. Все очень сложно, где-то необычно, как для стаута. Тело среднеплотное, даже выше среднего. После вкусия средней продолжительности, слегка терпкое, вяжущее, с увядающей, мягкой, сжженой горечью. Уходящая в сухость с такими явными намеками на присутствие молочнокислых бактерий. Резюмирую. Вкусное и интересное пиво. Смесь стаута с кисляком, с выраженными бочковыми древесными тонинами. Это ярко, это эксцентрично, это не стаут как таковой. Нет, не так. Это не только стаут, но хорош. В этом соке меня расстроило только отсутствие пены. Следующим продегустируем сорт Камерадский Бальзамико. Это гибрид русского имперского стаута и Аутбрай, кисляка, Сур-Эль, также известного как старый Эль или фландрийский коричневый Эль. Это Бутлег Биерс чистый эксперимент, который тем не менее нашел свое место и в бутылке. Мне кажется, что данный сорт должен быть логичным продолжением предыдущего, более концентрированный и еще более яркий. Посмотрим. Кстати, о названии, которое может показаться странным любителем современной музыки. Во всем мире на бочках, в которых разливают пиво, вино или, к примеру, виски, существуют некие идентификаторы в виде римских цифр. Но пивовары Ферзет решили и здесь быть оригинальными. Они называют свои бочки именами различных музыкальных исполнителей. Теперь вам понятно, почему камератский? В общем, если в названии узнали имя кого-то из звезд рок- или поп-сцены, данный сорт точно из бочки. Содержание алкоголя в нем 12,5%. Начальная плотность сусла не указана. В составе вода, ячменный солод, хмель и дрожжи. Бутылочка емкости 0,33 темного стекла. Этикетка нам говорит о супер эксцентричном характере напитка. Здесь мы видим образ советского партизана или казака, дьявол, демонстрирующий свое заднее место, бомба с надписью СМАА, какой-то червяк на крючке, индикатор кислотности, канистра с машинным маслом, кофе, плитка шоколада, бутыль с надписью С2H5OH, лежащий наркнись человек с надписью 125%, надпись Чоклот Сталин, шоколадный Сталин, остальные атрибуты аналогичны предыдущим сортам. Думаю, это адская штучка. Давайте пробовать. Срок реализации данного сорта до 2022 года. Кстати, срок реализации предыдущих продегустированных сортов до 2020 года. Тоже немалый. Ух, я весь предчувствие. Пена моментально ушла. Она зашипела как шампанское. Пиво абсолютно черного цвета. Прям угольно-черный. Пена, как я уже сказал, пришла и тоже ушла. Карбонизация довольно активная у него. Вот так вот она выглядит в вокале. Давайте пробовать. Аромат очень интенсивный и концентрированный. кислотность просто бьет прямым ударом в нос. Далее пробиваются жареные тона, ноты темного солода, переплетений с вездесущей ядовитой бальзамической кислотностью. Здесь тона ежевики и малины, шоколадные кофейные ноты, виноградный сок на грани с молодым вином, вишня, намеки на карамель и ваниль. Ярко однозначно. Это просто бомба. Вкус богатый, концентрированный. Он одновременно и кислый и сладкий, жареный и кофейный, фруктовый и шоколадный, бархатный такой. Ассоциации с кофе, горьким шоколадом, изюмом, орехами, карамелью, бальзамическим уксусом, соевым соусом, кислой недостревшей вишней и ежевикой. Алкоголь проявляется благородным согревающим эффектом в сочетании с терпкой сухостью основного вкуса. Тело плотное, гладкое, маслянисто-сливочное, послевкусие очень долгое, вязкое. Здесь уже более мягкое переплетение сладости, кислотности и сжености с намеками на древесные танины и какую-то землистость. Резюмирую. Великолепное пиво. Этот сорт для любителей необычного, экстраординарного, дикого, на грани фола. Здесь нет границ дозволенного. Это бомба, это протест, это заявка. Это очень круто. Очень необычно, полнотело и полновкусно. Сорт однозначно достоин занять место в линейке постоянных сортов. Злой гений, фаворит, самовлюбленный, дерзкий и брутальный. Подводя общие итоги, хочу сказать следующее. ФРЗ это очень дерзкие и крутые ребята, с чувством самоиронии и четким настроем на решительный бой. Они творцы, творцы новых стилей, новых вкусовых ассоциаций. Они бунтари, панки, в хорошем смысле слова. Ко всему это еще и дипломированные специалисты с довольно приличным опытом и знанием технологий. Творимые ими сорта пива такие же прогрессивные, эксцентричные, необычные и, соответственно, заметные, выделяющиеся из общей массы. Уверен, у них великое будущее. Это будущее Микелер и Демоле. Я даже не сомневаюсь в этом. Браво! Есть интересный момент, который наглядно демонстрирует миссию пивоварни. На одной из внутренних стен здания пивоварни нашло свое место изображение орла с эмблемой крупнейшей в мире международной пивоваренной корпорации Анхаузер Буш Инбелл, которого в прямом смысле прессуют персонажи с этикеток сортов пива ФРЗ. Таким необычным способом пивоварня противопоставляет себя мировым штампам пивной монополии. Ведь не зря ее название можно перевести по-разному. Это и противостояние, и наперекор, и повстанческое движение, даже партизаны. Вот такие интересности делают молодые бельгийские пивовары. Представленные сорта попали ко мне прямиком из Бельгии благодаря компании Белбиртур. Информация о проекте, а также контакты пивоварни в ссылке под видео. А на этом у меня все. Пейте правильное пиво, подписывайтесь на мой канал, присоединяйтесь к моей группе в ВК, ссылка внизу, оставляйте комментарии, ставьте лайки, делайте перепосты, будет интересно. Пока-пока, друзья! ПОДПИСМЕНТИЯ!